Дорогая церковь, я приветствую вас. Очередная неделя подошла к концу и начинается новая неделя в нашей с вами жизни. Неделя, которую Бог по своей благодати опять же продлевает. И хотелось бы просто напомнить нам, мы сегодня на собрании говорили о том, что чем ближе мы к Богу, тем больше мы видим себя, тем больше мы видим свой грех, и тем легче тогда мне по горизонтали смиряться перед людьми, носить людей, времена их не носить, разделять, видеть их нужду, и тем более я понимаю, кто я есть. И хотелось бы оставить нам, так скажем, на эту следующую неделю, которая будет, такое повеление от Бога, которое написано в Евангелии от Иоанна, в 2 главе, которая, вторая половина этой главы говорит об Антихристе и о его представителях. И Иоанн, когда пишет, он говорит, настало последнее время. И предупреждает церковь о том, что есть те лжеучителя, которые несут учения, которые не принимают Иисуса как сына, говорят лишь о Боге Отце, и тем самым разделяют такую церковь. И Иоанн предупреждает и обращается к церкви, и говорит, слушайте, ну, держитесь трезвого учения, прошу вас, что держитесь Иисуса Христа тому, от чего вы сначала были научны, то, что вы знали от начала, да, что слово есть у Бога, что слово есть Бог. И в конце второй главы такие два стиха, которые и успокаивают душу, и придают силу, и вдохновляют на последующую жизнь. Итак, дети, это второе послание, первое послание Иоанна, вторая глава, 27 стих. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Опять Он обращается к нам с вами и называет нас детьми. То Он называл нас юношами, то Он называл нас друзьями, сейчас Иоанн называет нас детьми и говорит, что пребывайте в Нем, то есть, находитесь в близости взаимоотношений с Богом. Для чего это нужно? Для чего мне сегодня вести такую богобоязненную жизнь и в любви и желании нахождения с Ним, пребывать и находиться, и укрепляться в Нем? Потому что придет время, когда Он явится. Когда Он явится, нам, буду ли я иметь дерзновение, встретившись с Ним? Не постыжусь ли я пред Ним во время Его пришествия? Знаете, мне в жизни доводилось быть свидетелями того, когда люди оставляли этот мир, когда они умирали. И было две категории людей. Одна категория людей – это те люди, которые умирали без Бога, на них страшно было смотреть. И тогда, когда они умирали, когда Дух оставлял их, на их лице был страх. И это было видно невооруженным взглядом. Это первая категория людей, которые умирали без Бога, не желая Его принять. Вторая категория людей – это те люди, которые умирали в Боге. И которые имели дерзновение, и им не стыдно было, и у них не было страха, и их глаза были наполнены радостью. Такой искрой особенной жизни. И они говорили, я не умираю, я лишь перехожу к моему Отцу. Они имели дерзновение при встрече с Ним. Друзья, если мы с вами не будем свидетелями пришествия Иисуса Христа, как за Церковью Его, то Иисус в нашу жизнь придет. Рано или поздно. Потому что мы все с вами не бессмертные тут, на земле. Мы смертные, но душа наша бессмертна. Укрепляемся в Нем, пребываем в Нем, дабы нам иметь дерзновение. Тогда, когда наши глаза замкнутся, тогда, когда дух жизни выйдет из нас, чтобы наш дух встретил Христа. Чтобы всю последующую нашу жизнь мы могли ликовать с Ним. И 29 стих. И если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Если в моей жизни, подобной моей жизни сегодня есть правда, если из уст моих исходит правда, и в Нем нет никакого лукавства, нет никакой лжи, я точно могу быть уверен в том, что я рожден от Него. То, что я сегодня являюсь праведником. Это не говорит о том, что меня накричат на каждом углу, я праведник, я рожден от Него. Смотрите, как я живу. Живем, служим, делаем добро, несем Евангелие и с дерзновением, чтобы мы могли укрепляемся в Иисусе Христе, чтобы мы с дерзновением могли встретить Его и упасть в Его объятия. Дорогая церковь, дорогие братья, сестры, друзья, пусть Бог продлевает Его благодать в нашей жизни. Пусть мы укореняемся и укрепляемся в Ном, через Слово, через молитвы, через общение, через наше служение, теми дарами, которые Бог дал каждому из нас. Кто-то может молиться дома, кто-то может за рулем кого-то куда-то отвезти, кто-то может просто выслушать, а кто-то может сказать доброе слово. Пусть Бог благословит нас, нести Его в этот мир, делиться им с людьми, для того, чтобы иметь дерзновение в день встречи. Аминь.